МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это было и штрафа и с него, и с его брата, да и с Андрея Лушникова, там приличная сумма, и тоже большой срок в колонии сургового режима. Что-то вот как-то вот наше правосудие решительно взялось за людей, которые попадают в зал суда. Я не сказал в лапы, хотя могу сказать в лапы правосудия, но это, наверное, было бы неправильно. Но если вот мы исходим из того, что борьба с коррупцией должна вестись, то мне кажется, что приговор должен вызывать всегда все-таки одобрение общественности, потому что люди же понимают, что это вот, и в том числе и ради них, их интересы защищает и следствие, и прокуратура, и суд, когда вот ловят преступников, доказывают, что они виноваты, и выносят им суровое наказание. Но вот в данном случае, в случае, когда судили бывшего главу администрации города Владивостока Игоря Сергеевича Пушкарева, мне кажется, город Владивосток как-то нерадостно воспринял этот вердикт. Я хочу просто сегодня обсудить, как вот нам дальше жить с таким приговором. Не им, им-то понятно, там будет апелляция, обжалование, отказы, что-то там, ну, как-то люди уже понимают свою судьбу. А нам, потому что мы должны понять, зачем такой приговор свалился на голову людей, которые, в общем-то, нам знакомы. И для этого сегодня у меня в студии, ну, целый набор очень серьезных, уважаемых людей, экспертов. Я их, наверное, буду по очереди, когда я давал слово, представлять. И начну вот с Марины Бариновой. Добрый день. Добрый день. Марина Баринова, ну, она любит, когда мы называем ее общественницей. Но она не просто вот такая вот никакая самодеятельная общественница, она серьезный общественный деятель. И при этом она бывает зачастую близка к кругам людей, которые у власти. И, ну, формально ее должность советник ректора Данилосточного федерального университета. Правильно, да? Да. Марина, вот ты как восприняла этот приговор? Ну, на самом деле, о приговоре, который ты назвал, мягко говоря, на мой взгляд, более чем жестко был вынесен. И мы о нем были предупреждены. И, конечно же... Прокурор просил 17 лет. Да, и мы жили... А здесь суд милосердно скостил два года. Почему-то такой, ну, вот, во всяком случае, те, с кем мы общались, неким ожиданием, что этого не случится, дабы... Ну, понятно, что даже если принять все обвинения, то уж точно Игорь Сергеевич Пушкарев и Андрей Лушников, они не являются особо опасными преступниками, они не представляют угрозу для общества. А с Игорем Сергеевичем Пушкаревым так вообще ассоциации, связанные с развитием города и с надеждой для города. А нам власть сказала, помимо того, что я деградирую, я вам еще говорю, бойтесь. Но ведь страх побуждает только страх, и в этом смысле, конечно, ты задаешь правильный вопрос. Что нам хотели этим сказать? Я полагаю, что про нас вообще не думали. Думаешь так? То есть не погрозили нам всем пальчиком, но нам всем не отсюда, и людям во власти, и людям, которые живут и на Дальнем Востоке, и в других городах. Если вы будете не вот как-то вот, если к слову, возникать... Когда я говорю о деградации власти, да, особенно вот то, что связано с моей родной землей, и приморский край, город Владивосток. Ведь почему мы еще так сопереживаем Игорю Сергеевичу? Потому что после него то, что происходит с первыми лицами, порой до красноты стыдно за то, кто приходит к власти на нашей территории. А то, что вот касается людей, работающих в органах власти, региональных, муниципальных, им, конечно же, это так вот прямая угроза на уровне кулака, а то еще и, знаете, когда там поперек локотя показывает определенный жест для того, чтобы боялись, чтобы подчинялись. Ты сейчас какой жест имела в виду? Такой неприличный, да? Да. А вот вам... Ага, мало того, что... Еще вот вам такой, понятно. Ну, а теперь я хочу все-таки коснуться юридической стороны, потому что я говорил с разными людьми, имеющие отношение и к следствию, и к прокуратуре, и к судейскому корпусу, я должен сказать, что все этот приговор восприняли с непониманием, как минимум, и с недоумением. Не просто потому, что они хотели какой-то большей милости Игоря Пушкарева, они просто не поняли, как из этого дела выросло такое наказание. Я хочу сейчас, чтобы Антон Алексеевич Бушмаков, хороший, известный, популярный юрист и адвокат, нам попытался прояснить, каким образом появился срок 15 лет и полмиллиарда одному из людей. Ну, как вы думаете? Доброе утро. Добрый день, да. Андрей Владимирович, ну, наказание было назначено в соответствии с нормами Уголовного кодекса Российской Федерации. Судья подвестал свое... По этой статье столько-то дадим столько-то. По правилам, да, чтобы было понятно, в двух словах я объясню. Давайте. То есть наказание назначается отдельно за каждое преступление. И потом, с учетом того, что Пушкареву вменялось в том числе преступление особо тяжкое, то есть путем частичного или полного сложения наказаний, данные наказания за каждое преступление, они складываются. Давайте просто напомним радиослушателям три статьи, по которым был наказан, по крайней мере, Игорь Сергеевич Пушкарев. Это коммерческий подкуп, да, это взятка и это злоупотребление, да, должностными полномочиями. Полномочиями. Какая из них самая жесткая статья? Взятка непосредственно. Кто дал ему взятку, как выяснилось в суде? Если я не ошибаюсь, как в суде, вроде брат его, да? Да. Брат, да. То есть он получил взятку от брата. А взятка от брата, это взятка, ну это я уже начинаю сейчас снова говорить, это взятка от предприятия, которое предложит самому Игору Пушкареву, и дальше мы уходим в абсурд. Но тем не менее судья посчитал, что... А почему судья посчитал, что сторона обвинения во всем права? Разве мы не надеялись на то, что все-таки суд у нас то место, где две стороны защита и обвинения, ну сражаются, так можно сказать, доказывают каждый суд, что у них аргументы верные. Почему судья взял только сторону обвинения? Вот на ваш взгляд, что сторона обвинения была настолько убедительнее, а сторона защиты настолько неубедительной? Андрей Иванович, мне сложно сказать, потому что я непосредственным участником данного процесса не был. Мы же сами все читали. То есть если исходить из тех сведений, которые опубликованы в средствах массовой информации, конечно, две стороны, что сторона обвинения, что сторона защиты, обязаны и должны, соответственно, представить свои доказательства, ну а суд уже как независимый орган дает оценку, взвешивает, ну и, соответственно, выносит и должен вынести справедливое, законное и обоснованное решение. В нашем же случае суд взял только одну сторону. Не один из аргументов защиты, а там самые важные были экспертизы. Три важнейших экспертизы, которые защита провела или представила экспертов, он их отмел, сказал, что это частное мнение каких-то там экспертов. Вот в этой части очень интересно, конечно, было бы изучить непосредственно сам напечатанный уже приговор, потому что суд должен именно это все мотивировать и, соответственно, обосновать, почему он дает оценку и прислушивается, допустим, к одним доводам стороны обвинения и исключает, например, доказательства, предложенные стороной защиты. То есть это должно быть все описано в описательно мотивированной части приговора. На мой взгляд, здесь слияние на уровне вертикали власти, и суд сыграл просто в таблицу умножения. Нет, вычитание. Почему? Я тебя поправлю. Суд сыграл в вычитании. Он от 17, я отнял 2, получилось 15 лет. У нас на связи еще один наш эксперт. Давайте, вы можете надеть наушнички. Дмитрий Юрьевич, добрый день. Здравствуйте. Я вас представлю, один из основателей и руководителей знаменитой компании ДНС, Дмитрий Юрьевич Алексеев. Я знаю, что незадолго до того, как приговор был вынесен, я говорю про приговор Пушкарева, Вым и Лушникова, вы диспутировали и дискутировали с вашим коллегой по бизнесу, одним из застройщиков города Владивостока, как раз на эту тему. Бизнес и власть. Так это? Да, правда. И правда ли, что вы сказали, что несмотря на все угрозы, которые получает бизнесмен, когда он идет во власть, нужно идти во власть или нужно все-таки пытаться влиять на изменения власти? Можно ли развернуто эту позицию показать? Нет, неправда. А как? Поясните мне. Давайте. Я почему-то спрашиваю. Во-первых, я не считаю, что бизнесмен должен идти на власть. Я считаю, что бизнесмен это тоже гражданин. И так как бизнесмены, как правило, активные граждане, это нормально, если они занимаются то, что у нас называется общественной деятельностью, стыдливым, а вообще это политика. Общественно-политической деятельностью. Да, да, да. Вот общественно-политическая деятельность, это совершенно нормально. То, что они этим занимаются, это нормальный запрос на участие в жизни страны для любого активного гражданина, а бизнесмены, как правило, активные. Это просто норма. Понятно. То есть вы сейчас сказали, что бизнесмен тоже человек. Это резонно возразить вам тяжело. Что вы подумали, когда услышали вердикт уже судей? Не то, что говорил прокурор, требуя 17 лет, а когда уже судья гласил приговор. Мне кажется, что вы все-таки тоже... Марина говорит, что вы даже обсуждали это все. Я даже второй раз удивился, потому что я все-таки думал, что... Да, я сначала удивился, когда так много попросил прокурора, потом удивился второй раз, когда... Ну и расстроился, когда так много дал судья. Потому что мне кажется, что вот какого-то чувства справедливости после этого суда не остается. Почему? Почему вам так кажется, Дмитрий Ильич? Ну, мы, в общем-то, живем все в городе Владивостоке. Все понимаем, что происходит и понимаем, что Пускарев, ну так мягко говоря, не самый... Коррумпированный глава города Владивостока? Но при этом то, что присудил, так сказать, суд, это там в разы больше, чем... Ну вот я другой аналогии в Приморском крае вот не могу сейчас сходу припомнить. Вы сейчас говорите о том, что у нас, допустим, три предыдущих мэра. Да все предыдущие мэры ходили под следствием, а двое, сколько, Николаев и Копылов были все-таки осуждены, но там были условные сроки. Ну там не только условные, там по-разному было, но все равно, понимаете, это не 15 лет, и это не как злостному убийце, понимаете. Я понимаю, я вот, кажется, тоже для себя я не могу понять, и хочу еще вас спросить. А как вы думаете, почему судья вот вынес именно такое показательно жестокое и жесткое наказание? Вы знаете, вот мой менеджерский опыт говорит, что частенько не очень, так сказать, опытные менеджеры пытаются компенсировать, так скажем, нехватку опыта и, что ли, харизмы и умение руководить, пытаются компенсировать жестокостью. Вот у меня вот такая аналогия какая-то возникает. Мне кажется, что это не признак сильного государства, когда вот так вот выборочно и жестоко караются люди, ну которые там дискутировать можно, насколько там это справедливо или по закону. У нас по закону, наверное, каждого можно посадить. По закону, наверное, да. Закон найдется. Да был бы человек, статья найдется из такая поговорочка. Да, ну вот понимаете, просто чувство справедливости и чувство, что ли, какого-то вот такого созидательного посыла после этого суда не остается. Это очень печально. Это правда. Спасибо, что вы нашли время выйти к нам на связь. Всего доброго. До новых встреч. Спасибо вам. Да. Это был Дмитрий Юрьевич Алексеев, создатель и руководитель компании ДНС. А компания ДНС за годы его руководства стала второй крупнейшей в стране сетью по торговле, да, всякая рода бытовой техникой. И производством. Олег Леонидович Жунулсов у нас сегодня здесь, мой старый товарищ, журналист, мой коллега. Олег Леонидович, а у тебя какие мысли возникли, когда ты услышал приговор? Я бы хотел сказать, что, на мой взгляд, тоже не по совести приговор. Не по совести. Несраведливый. Почему? Вот я сразу вспоминаю дело оборонсервиса. Там следователи обвиняли Васильеву, Амазонку Сердюкова, бывшего министра обороны, в нанесении ущерба бюджету на 3 миллиарда рублей. При этом 3 миллиарда рублей. При этом само обвинение просило условного наказания и штраф в 1 миллион рублей. Но когда пошла волна возмущения среди населения, суд все-таки приговорил ее к 5 годам лишения свободы, но засчитали ей домашний арест, и там получилось где-то около 3 лет. То есть ты просто сравниваешь, да? Конечно. Там ущерб на порядок больше, а наказание само следствие просило условное. Но ты же понимаешь, почему это произошло? Конечно. Ты понимаешь, почему это произошло? Конечно. Почему это произошло? Потому что Министр обороны был назначен лично президентом, и этот человек лично взял себе помощь к господу Васильеву. Я думаю, нет. Тогда дело в отношении Сердюкова и его окружение возникло, когда Сердюков фактически с Васильевой стал вместе жить и ушел от жены, которая являлась дочкой близкого друга президента. Подожди. Когда Сердюков помирился со своей женой, дело спустили на тормозах. А, ты считаешь, что там был такой пикантный момент? Конечно. Мужа вернули в уголовное дело в отношении любовницы. Да, и тогда и сам Сердюков не попал под уголовное преследование. И Васильевой смягчили все. Дело Хорошавина. Настолько, что она, он ходила спокойно по магазинам и жила в своих роскошных апартаментах. Вижу, что ты возмущен, Олег. Стой, стой, стой. Дело Хорошавина. Давай вернемся все-таки ближе к Дальнему Востоку. Дело Хорошавина. Ведь там тоже речь шла о том, что, ну, там первое лицо области тоже обвинялось в коррупционных преступлениях. Вот по сравнению с ним, там, по-моему, он получил 13 лет. Как мы можем сравнить эти два приговора губернатору Сахалина и главе администрации Владивостока? Что тут ты скажешь? Здесь, мне кажется, уже не было ни жены, ни любовницы замешано. Конечно, но там... С тем приговором ты согласен 13 лет? Пожалуй, да. А с этим приговором... Обращу внимание, вот когда у Хорошавина проводили обыск, там в квартире нашли залежи, пачки денег в отдельной комнате хранились. Кстати, когда федеральные каналы демонстрировали, рассказывали о приговоре Пушкарёва, почему-то показывали пачки денег, которые у него не были. А, интересно? Да я не видел. Да, в репортажах показывали... Иллюстрировали чужим уголовным делом. Ну, получается так, потому что... И не было надписи, что это денежки, изъятые у Хорошавина, условно говоря, или у Люкаева. Я счёл, что это кадры из дела Хорошавина, потому что я у него такие пачки видел в деле, когда изымали. Но там именно вот целая комната была отведена под наличку, которую некуда было складировать. Здесь... Это деньги полковника Захарченко, у него там в комнате... Тоже могли. Там не написано было из чего. Но я знаю, что в деле Пушкарёва не было налички, ничего не показывали. Ничего не изъяли? Да, а кадры показывали, вот, это для эффекта. Понятно. Для эффекта. Вот это, честно говоря, возмущает. И если обратиться по сути, то получается-то обвинение самое серьёзное, это в коррупции. Конечно. Это формально получается. Брал взятку, давал взятку. У кого брал? Как ты правильно заметил, у своего предприятия. Бред. Бред. Кому давал? Подчинённому. Да все коррупционные схемы выстроены снизу вверх. Нижний даёт вверх, тот, кто получает снизу, отдаёт ещё выше. Снизу вверх идёт денежный поток. А здесь, получается, чиновник берёт деньги у своего же предприятия в виде взятки и даёт своему подчинённому. Ну, бред. Я с таким вообще в практике не сталкивался. Я не знаю, здесь у нас несколько человек. Кто-нибудь может ещё аналогию привести? И подобные примеры, где начальник своему подчинённому взятку даёт. Я таких случаев в России не слышал. Ладно. Я бы про другой пример даже... Нет, ну, кто-нибудь может вспомнить? Сейчас Марина скажет. Я про наш регион, потому что мы пытаемся на федеральном уровне, с соседнего региона. В течение пяти лет при губернаторе Миклушевском, нецелевым образом, вот тут я точно скажу, мягко говоря, использовался краевой бюджет нашей деньги. Доказательств тому предостаточно. И ничего, никто ответственности не понёс. Да ты сейчас про хаяты хочешь нам рассказать? В том числе и про хаяты. И про квартиры детям, сиротам, и масса примеров в здравоохранении за эту пяти летку Миклушевского. Денежки были, а были потрачены иначе. Ладно, мы сейчас подробнее об этом поговорим, но сначала послушаем рекламу. Мы вернулись, я Андрей Калачинский. Сегодня в студии Радио Лемы мы говорим о том впечатлении, которое произвёл приговор Игоря Пушкарёва, Андрею Пушкарёву, Андрею Лушникову. Впечатление на Владивостокцев. Об этом мы и говорим. И сегодня у нас есть ещё один звонок. Сейчас давайте послушаем. Юрий Алексеевич, ты слышишь нас? Да, я слышу. Юрий Алексеевич Авдеев, ведущий научный сотрудник Тихийского института географии. Ну а ты, дорогой мой учёный друг, ты что думаешь об этом приговоре? Ты же вроде вне политики. Прежде всего, это, на мой взгляд, дело заказное. Это была установка. И судья здесь выполнял установку. Чья установка? Нужно догадываться самим. Так, ну а дальше хорошо. Второе, совершенно очевидно, что это, попросту говоря, высшая мера наказания совершенно не по существу. Это два. И в этом отношении просто вызывает возмущение и такое вот искреннее сочувствие и Пушкарёву, и его семье, и его детям, матери, жене и так далее. Поэтому, да и всем жителям Владивостока. Потому что, на самом деле, пытаясь принизить Пушкарёва, лучшего управленца в городе за последнюю, вот за новейшую историю, попросту говоря, не было. Но самое страшное заключается в том, что вот Пушкарёв пришёл в восьмом году, и вы помните, наверное, что уже к тому времени в городе была написана стратегия развития Владивостока. Сколько лет понадобилось на то, чтобы дать возможность понять человеку, что же представляет собой город Владивосток. К сожалению, ушло много времени, он понял. И вот это понимание, по существу, стало одной из причин, по которой его осудили. — Интересно. Подожди, подожди. Ты проясни, пожалуйста. Давай сейчас я просто, чтобы люди поняли, задам уточняющий вопрос. — Да. — Смотри. Стройки АТЭС, да? Государство вложило огромные деньги в развитие Владивостока, за что лично Владимиру Владимировичу Путину огромное спасибо. Я считаю, что ему нужно поставить памятник в городе. Но при этом, когда эти стройки закончились, выясняется, что все крупные компании, которые работали на этих стройках, они оказались разгромлены. Ты сейчас говоришь о том, что и компания «Восток-Цемент» в итоге, благодаря этому приговору, попадает под этот каток. Я правильно тебя понимаю? — Судя по всему, да. Судя по всему, да. Это, что называется, последнее звено вообще вот всей экономики Владивостока и Дальнего Востока. — Интересно. Я просто напомню еще людям, что Тихоокеанская мосостроительная компания «Банкрот», «Омский мостовик» «Банкрот», кто там еще у нас? — Кассандра. — Кассандра, которая строила. — Многоство компаний, можно назвать, которые, попросту говоря, исчезли. И как будто бы эти мосты возникли благодаря, извините меня, первому руководителю этой стройки Шувалову и так далее. — Понятно. Да. — Вот. И вот для города, вот что значит для города вот этот приговор? Это значит, что мы опять отброшены как минимум лет на 10. Потому что и губернатору, и назначенному руководителю города еще очень долго придется вникать и понимать, что город Владивосток — это не только дороги и, скажем так, дома. Это особый город. Это не Урюпинск, это не Тьму-Таракань. Это тот город, который стоит на краю, можно сказать, взаимосвязи с АТР. Самым динамичным развивающимся регионом. И им это еще нужно и очень долго внушать и давать понимание, что к этому городу нельзя относиться и нельзя быть мэром-хозяйственником только. — Георгий Алексеевич, я тебя понял. Спасибо, что ты нашел время с нами поговорить. Давай, удачи тебе. — Спасибо. — Это был Георгий Алексеевич Авдеев, ведущий научный сотрудник Тихийского института географии. И сегодня он как-то резко выступил с политической филиппикой, я бы сказал. Я еще вспомнил об одном моменте. Сейчас хочу, чтобы Антон Алексеевич меня поправил. Смотрите, в этом же деле и в этом приговоре есть, с одной стороны, ущерб, за который отвечают... Нет, скажите так. В этом деле долго не было ущерба, то есть глава, вернее, администрация города Владивостока не признавала ущерб. МУП дороги Владивостока не признавали ущерб. И, наконец, генеральная прокуратура взяла на себя смелость выступить с гражданским иском от имени МУП дороги Владивостока и заявить об этом ущербе. Что это такое вообще? Как я могу это понять? Когда предприятие говорит, ущерба нет, а им говорят из Москвы, да вот же у вас ущерб, молчите. Как это? Скажите мне, товарищ юрист. Андрей Владивич, если вы говорите про, так сказать, практическую составляющую, да, что прокурор вправе обращаться с гражданским иском... Ну вправе. Да, это прописано в федеральном законе о прокуратуре, то есть здесь как бы вопросов не должно. Нет, но в данном деле конкретно. Да, вопрос в другом, практически, да, то есть если само предприятие говорит о том, что не было ущерба... Да, ему говорят, вы ничего не понимаете, мы видим, что есть. Вот это я не понимаю. Я понимаю, что вы тоже не понимаете. Честно признаться, просто я впервые с таким сталкиваюсь. И я тоже. И как интересно в том же иске, да, гражданском, как это все описано. Потому что, опять же, видите, документов не видишь и просто делаешь некое заключение вот на основании только вот сведений. Ну вот смотрите, получается, что в этом деле, ну почти впервые вот так публично и дерзко, не скажу нагло, была нарушена конституция нашей страны, когда подсудность была изменена в угоду пожеланиям стороны обвинения, да. Он должен был рассматривать суд в Владивостоке. Я не знаю, может, приговор в Владивостоке тоже был бы непростым и серьезным. Ну, по крайней мере, у нас была бы возможность быть рядом в зале суда и хотя бы, может, посвистеть тогда. Нас бы вывели. Во многом дело беспрецедентное, уникальное. Ну вот мы сколько перечисляем. Нарушение, да. Генеральная прокуратура выступила от имени предприятия. Конституционный суд не нашел нарушений в том, что перенесена подсудность. Но было особое мнение о некоторых членах судов. Там было мнение трех судей. И, по-моему, если я не ошибаюсь, один из судей как раз уроженистого Владивостока. Вообще приятно. И третий момент, что меня больше всего поражает в этой неделе, хочу напомнить, что Игорь Пушкарев нанес, как я думаю, ущерб своему предприятию Восток Цемент, группе предприятий, на миллиард рублей. А его судят за то, что он якобы нанес ущерб городу Владивосток. Бред какой-то. Вывертыш во всем. Вот знаете, когда ты вступительное слово к эфиру делал, Андрей, спросил, как нам с этим жить. Тут даже не про нам, а я знаю Игоря Сергеевича Пушкарева, его семью, Андрей Лушников из моих студентов. У каждого трое детей. Вот понимаете, мы можем... У Андрея сына родился, когда он был ребенок. И третий ребенок родился уже через неделю после того, как его арестовали. Вы понимаете, зная их человеческие качества, видя их взаимоотношения с семьей, я понимаю, какой ущерб вообще нанесен. И не только им, личным детям, но тем, кто рядом, тем, кто видел, возможно, даже по-доброму завидовал подобным взаимоотношениям с отцами. И вот оно случилось, то, что случилось. Потому что наши национальные проекты, они все время почему-то кичутся федеральной власти и даже вниз туда спускаются на региональный, муниципальный уровень. Все время меряются деньгами, на какой нацпроект больше дали. А на мой взгляд, ну, время национальному проекту доверие. Оценка его, да. Не в деньгах, а в доверии. Да, а в доверии. Потому что, ну, как бы никто ни с кем не разговаривает по существу. Если разговаривает, то с фигой в кармане. Как-то вот слишком много игр в прятки. И в этом смысле понимание здесь недостижимо. Потому что там они по своим понятиям принимают решения. Ну, смотри, вот все-таки вот я хочу, чтобы мы пришли к какой-то... Да нет, мы не придем к какой-то общей мысли, но хочу понять. Вот такой жестокий приговор означает, что мы здесь получили, ну, ни фигу в кармане. Мы получили еще один приезд вот того подмосковного ОМОНа, да? Как это было, ну, ровно 10 лет назад, когда люди на площади очень мирно, мирно стояли люди. Люди говорили, мы не согласны с решением правительства о повышении пошлин на ввозимые из Японии, там, и скорее, бэушные машины. Мы не согласны. И это право дадено нам конституцией. Да, где-то так и... А им присылают автобус с ОМОНом, который смотрит, смотрит, потому что им стало холодно ребятам. Они вышли поразмяться, ну, и поломали там руки-ноги. Так, Олег? И приговор такой же из этого же рода. Всем приговоры. Это приговор всем. По ощущению, да, именно такой. Но суть, на мой взгляд, в посыле, тот, что получили мы здесь, дальневосточники, на местном уровне, что даже в межэлитных разборках... Какой красивый слово, в межэлитные разборки. Да, будет используется судебная власть, которая должна быть по конституции независимой. Вся правоохранительная система. Вот что самое страшное. Нет у нас независимой судебной власти. Это дело Пушкарёвы ещё раз доказывает. Вот, к сожалению. Ещё один эффект этого дела, да? Ещё про один ракурс. Уже не в языке законодательства. Ведь смотрите, что мы слышим по отношению к Владивостоку, к Дальнему Востоку. Свободная территория, свободный порт. Город свободных людей. Но на самом деле, приговором Игорю Сергеевичу, Андрею Лушникову, нам продемонстрировано, на каком поводке мы находимся, свободные люди. Свободные, это вы свободные. Вот говоря о причинах, я хотел развернуть мысли, почему межэлитные. Потому что я изначально считал, что дело политически мотивировано. И Игорь Пушкарёв в своём последнем слове подтвердил мою версию, заявив, что сами следователи ему говорили о том, что если бы не его дело, явилось следствием конфликта с Миклушевским. Вот это вот очень страшно. Я напомню нашей аудитории, почему конфликт с Миклушевским. В 16-м году должны были состояться выборы в законодательное собрание, и они состоялись. И Пушкарёв собирал команду своих кандидатов на праймере с Единой Россией. Но это же нормально. Конечно, конечно, конечно. Мы же об этом говорим. Больше конкуренции на политической сфере. И его вполне обоснованно опасался, потому что именно Пушкарёв облатал на тот момент самым серьёзным и финансовым, и административным ресурсом для того, чтобы сформировать свою команду. И Пушкарёв, в общем-то, мог бы решить значительные задачи для города, если бы провёл свою команду. Например, тот же вопрос по земле, который долгое время распоряжался департамент по земельным отношениям администрации края. Миклушевский, когда приходил во власть, он обещал в первые же дни своего пребывания в должности губернатора вернуть землю. И так и не вернул. Вроде сейчас новый губернатор сказал, что всё обращается. Да, ну с января. Ну вот Кожемяка в этом плане делает правильные вещи. Ну, кстати... Как бы я готова преодолеть свой скепсис, когда увижу... Результаты работы? Результаты работы. Нет, ну... Вот землю передал, хорошо. Но один из эффектов дела Пушкарёва... Сказал, что передает. Смотрите, была политическая конкуренция. Она традиционно мэр, глава краевого областного центра и губернатора. И это нормально. Политическая конкуренция должна быть какая-то. Пушкарёва осуждают. Сейчас мы имеем единую команду. Мэром стоит... Мэра Губеника и губернатора... Да, да. С одной стороны, я, конечно, думаю, ну, если бы был политический оппонент Кожемяка, он, наверное, землю бы Владивосток опять бы, скорее всего, не отдал бы. Тут отдал уже хорошо. С другой стороны, отсутствие политической конкуренции, ну, мы видели, что на примере Советского Союза к чему это привело. Это застой. Я сейчас вспомнил отчет, фотоотчет с того момента, как новый глава администрации города Владивостока принимал присягу, да, и приносил торжественную крятву, так он обращался к губернатору. Да, и благодарил губернатора. Почти руки пошевал. Как-то, да, город Владивосток остался... Ну, вертикаль власти доходит до абсурда. Ну, тогда надо убирать демократию и говорить, ребята, у нас вот другая немножко система власти. Ну, правда. Нет, ну, она же формально... Слово убирать. Она же записана в Конституции, так, ребята, мы... Слово убирать. Как? Марина, хорошо. Ну, мы можем тут возмущаться. Я хочу сейчас спросить мнение вот какое. А можем ли мы что-то сделать, чтобы те люди, которые, если приговор заказной, те люди, которые стояли за этим приговором, поняли, что, ну, они перегнули палку. И меня удивляет, в конце концов, вот что тут мелькнуло имя Шувалова, Юрий Алексеевич, я упомянул недобрым словом. Я бы упомянул его все-таки добрым словом, потому что Шувалов курировал стройки от ЭС. Наверное, он сделал много хорошего. Почему на самом верху никто не заступился за Игоря Пушкарева? И мы видим здесь хороший пример, когда вдруг сцапали другого крупного дальневосточника, я говорю про Ишаева, бывшего губернатора Хабаровского края. Его взяли под белые ручки прямо в Москве и повели в кутузку. За него тут же кинулся заступаться господин Сечин. И вроде даже почти отбили. Потому что он в бизнесе. Он в бизнесе. Почему за Пушкарева никто не заступился, Марина? Как ты думаешь? Я думаю, что... Это личные просчеты уже Игоря Сергеевича? Не, ну, конечно, я думаю, что он полагался на то, что найдутся те, кто останется его сторонником, более того, другом. Но я полагаю, каждый, знаете, держался за свое кресло, боясь потерять свое место. И поэтому в молчанку играли. Бабу лично никто не сказал в его защиту, когда... Меня удивило, я смотрел отчеты о приговоре в московских... Ну, в таких сетях, в сетях, в московских СМИ, все СМИ просто воспроизвели переговор без каких-то комментариев со стороны защиты. То есть не рассказывая сути дела. Антон Алексеевич, вот на ваш юридический взгляд, какие сейчас есть возможности усмельчить переговор, пересмотреть вообще чертовой матери это дело? Что сейчас будет? Ну, сейчас будет подготовлена или уже подготовлена апелляционная жалоба и будет подана через суд, который выносил приговор, соответственно, в московский городской суд. Так, дальше. Ну, ясно, что не для того приносили из Владивостока в Москву этот процесс, чтобы московский городской суд решил иначе, чем судья Тверского суда. Наверное. Наверное, все-таки. А дальше какая-то есть надежда на президиум Верховного суда? Я думаю, что с учетом вообще позиции защиты по этому делу, я думаю, что они будут идти до самой верхней инстанции, до Верховного суда. Только так, я думаю, что они надеются на то, чтобы как-то... Смотрите, хорошо. Пока все это будет происходить, то есть адвокаты Пушкаревых будут заниматься этими вещами, он будет оставаться в Москве или его уже переведут отбывать наказание? Вот смотрите, первый порядок обжалований, апелляционная инстанция, приговор в законную силу не вступает. А вот уже после вынесения решения апелляционной инстанции московского городского суда, приговор будет считаться вступившим в законную силу сразу же с момента его... Это месяц обычно, да? Вы имеете в виду с момента подачи до рассмотрения? Сложно сказать, но я думаю, что побольше это будет. Пока передадут дело, пока будет назначено. И пока они в Москве, да? Да. А дальше? Куда могут перевезти этих людей? Вернут ли их в Приморский край, в строгую колонию, отсиживать? Ой, вы знаете, сложно сказать, если дело было передано для рассмотрения вот туда, да, в Москву, то сложно сказать, да, где он будет отбывать наказание. Почему-то вот мое мнение, вряд ли это будет Приморский край. Ну тогда это вообще похоже уже на политическое предстояние. Человек, влиятельного человека вынимают из среды и даже не возвращают отбывать наказание, Марина. Так и есть. Это не похоже, это политическое однозначное действие, да. Хорошо. Я так понимаю, что есть ли какая-то надежда на пересмотр дела? Пока нет. То есть пока ситуация в стране не изменится, нет. Нет, пересмотр-то он будет. Надежда на пересмотр есть, она будет. Вы имеете в виду, будет ли изменен приговор, да, в сторону смягчения? Нет, я бы сказал, ну вот можно ли найти какие-то такие нарушения, по которым вообще весь судебный процесс считается несостоявшимся из-за ряда серьезных нарушений. Я помню дело приморских партизан, когда в конце вдруг люди, набранные в жюри, говорили, нет, нас доводы обвинения не убедили, и мы считаем, что эти ребята не во всем виноваты, что им приписывают. Ну и тогда же прокуратура вмешивалась, все распускала, и новое-новое доследование. В данном случае это невозможно, чтобы был новый состав суда? Нет, если будет отменен вышестоящая судебная инстанция, будет отменен приговор и направлен на новое рассмотрение, то, конечно, будет другой судья рассматривать. Ну это диво-дивное, да, скорее всего будет. Хорошо, следующий момент, ну я просто рассуждаю. На что надеются семьям, да, уже ладно, на что надеются семьям? Возможно ли здесь амнистия, возможно ли здесь помилование? Как вы считаете, Владимир Алексеевич? Ну, как правило, исходя из практики, да, прошлых амнистий, по крайней мере скажу, да, то чаще всего попадают преступления небольшой и средней тяжести, да, небольшой и средней тяжести. И, как правило, вот эти преступления, которые связаны, там, убийство, незаконный оборот наркотиков, коррупционные преступления, они, как правило, не попадают. Но всегда, надежда, она, конечно, всегда остается. Ну, мало вероятно. А помилование? Есть такой еще институт в каждой системе. Ну, помилование – это акт индивидуального характера, да, который принимается президентом в отношении конкретного лица. Там тоже свой определенный порядок необходимо пройти для того, чтобы президент принял такое решение. Через совет по правам человека? Там процедура очень такая, огромная. Ну, если в двух словах, то есть сначала подается соответствующее ходатайство в то исправительное учреждение, где отбывает человек наказание. Это ходатайство передается через уголовно-исполнительную инспекцию. От исполнительной инспекции идет в совет по правам, в совет по помилованию при субъекте Российской Федерации. Там это все рассматривается, если они находят основания для передачи документов. Затем весь материал отправляется в комиссию по мобилованию уже при президенте. Понятно. То есть, ну, черт его знает. Шанс есть, Марина? Ты говорила, что возможно обращение от общественности города. Мы это обсуждали, да, в своем кругу общественном. Здесь мы к юристам обратились как раз, чтобы они нам помогли в том, что на самом деле возможно сделать. Потому что на сегодняшний день, главное, знаете, как бы сейчас по горячему не поговорить и забыть, а все время помнить об этом. Потому что, знаете, как бы похоже, что в любой момент любого из нас это может коснуться. Такое вот поведение власти. Понятно. Я еще расскажу всем, кто нас слушает, что у каждого свое мнение об этом вердикте. У каждого из нас даже свое мнение о самой персоне Игоря Сергеевича, ну, Андрея Лушникова и Андрея Пушкарева, мало кто знал. У каждого свое отношение. Но мне кажется, все люди, с которыми я говорил, независимо от этого отношения, как-то с каким-то диким подергиванием плеч восприняли этот приговор, считая его чрезмерно жестоким. Невозможно все обсудить. Давайте, наверное, уже заканчивать. А я хочу в завершение прочитать один стихотворный отклик на этот приговор. Называется «Крайние мэры». Дмитрий Быков, да? А ты уже знаешь. Ух, какая ты. Всегда твои садятся мэры, загадочный Владивосток. Ты как-то свыше всякой меры к своим избранникам жесток. Ты словно баба роковая свергаешь местного царя. Сначала стало быть давая, а после стало быть беря. Как будто горстка негодяев рулит толпой твоих сынов. Был арестован Николаев и Пушкарев и Копылов. И Черепкова штурмовали в лихие ельцинские дни. Внушали нам, что воровали, что взятки брали все они. Россия движется к истокам. Посадки, пытки, казни, жесть. Нельзя рулить Владивостоком, чтобы не попасться и не сесть. В стране пошла такая фаза. Сверчок обязан знать шесток. Но отдувается, зараза, один за всех Владивосток. Увы, у нас полно примеров, когда властители горят. В стране не раз сажали мэров. Но чтобы просто всех подряд? Да, этот город бьет по нервам. Закономерности страны. Он и зарю встречает первым и все тенденции страны. Он как бы говорит им, здрасте, Москве грядущая суля. И мощный тренд сажания власти, глядишь, дойдет и до Кремля. Спасибо, что вы нас слушали. Это были стихи Дмитрия Быкова. Всего доброго и до новых встреч.